Под боли невероятная усталость, неотъемлемая часть подготовки гранд-шлему в Баку, который пройдет уже на майских праздниках. Спортсмены выкладываются на каждой тренировке, надежды на них возложены большие. После блистательных побед на Олимпиаде российским зудаистам нужно и дальше держать марку. И мужской и женский состав к турниру уже готовы. Место, конечно, хочу занять в финал минимум, желательно первое. Потому что сейчас после чемпионата Европы начинается набор очков отбор на Олимпиаду. И поэтому с позитивом готовимся, с хорошим настроем, надеемся на победу. В Баку поедет второй шалон спортсменов. Первые номера готовятся во Франции к чемпионату Европы, который там же и пройдет. Тренеры уверены в своих подопечных. Подготовка всего состава сборной на высоком уровне. Уровень ребят тоже очень высокий. Конечно же, кому-то, может быть, где-то недостает опыта. Для этого мы их ставим на эти турниры. У каждого есть шанс проявить себя на этих соревнованиях. И в любом случае, как только человек попадает в призеры на таких соревнованиях, как гран-член, например, будь то в Баку, в Москве, в Бразилии или в Токио, например, в Париже, опять же, он, естественно, попадает в топ-команду. К тренировкам вернулся и травмированный Мансур Исаев. После адаптации и реабилитации он еще поборется за самые громкие титулы. Пока же работает в поте лица для того, чтобы вернуться к прежней форме. Рядом с ним еще один олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Он готовится к чемпионату мира. По словам спортсмена, удержаться на первой ступени пьедестала очень хочется, поэтому тренируются усиленно. Настрой, конечно, есть. Тем более, прошло два года после Олимпиады, поэтому уже настрой появился, чтобы еще раз, скажем, зайти на вершину. Поэтому готовлюсь к чемпионату мира, который будет в августе и в дальнейшем на Олимпийской игре. Каких результатов добьются спортсмены на гранд-шлеме, чемпионате Европы и мира покажет время. Но после всех турниров они снова в полном составе соберутся в отеле «Весна» на реабилитационный сбор. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.